Так, в общем мы сейчас этот маршрут проедем на железнодорожный переезд со стороны рощи сначала выйдем по центру То есть вариаций, в принципе, этого много может проехать через Горбатый мост Ты здесь не угадаешь Так, на светофоре направо Так, человек несколько приходили уже рассказывать как он заставался Это маршрут кому-то вот таким путем По Гагарина, Островского Кому-то наоборот с обратной стороны через центр на Михайловку Возвращается уже через либо высоковольтную, либо через Держин Ну, лучше, конечно, да, проехать Ну, хотя бы посмотреть, что это такое за мост за переезд В принципе, нужно учитываться учиться, адаптироваться к незнакомым дорогам Правила у нас везде одинаковые Так, пока прямо здесь Все 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 Здравствуйте Здравствуйте Так, завтра в 9 часов мы у вас поставим Ага, завтра с Сашкой Все 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 До свидания На третью Так, чуть-чуть правее я тут вот так вот пол машины в левом, пол машины в правом ряду едем Такие вещи тоже надо обозначать к воротниками, как-никак все равно перестраиваться частично Так же обратно, так же в зеркало Так же обратно, так же в зеркало Каплямом Многие сразу же пытаются запоминать дорогу там, да, где какой знак ставить и так далее Ага Не нужно это сделать, потому что у нас дорога может меняться Ага Потому что дальше, например, дальше, например, будет ремонт, да, может быть послезавтра этого ремонта уже не будет Ну да, да Или наоборот, где-то его могут затеять, поставить какой-то временный знак Ага Поэтому дорогу нужно учиться смотреть по факту Чем дальше мы смотрим, чем раньше мы замечаем дорожную обстановку, тем больше у нас времени и обдумать, принять правильное решение И сориентироваться Зачем здесь прямо Зачем здесь прямо Да, ну и дорожка здесь Нет, так не может Мы с правой полосы только в правую полосу попасть Нужно, да, посмотреть по зеркалам Если есть возможность объехать, нужно объехать в газовую и вторую полосу Так, на следующем светофоре тоже поедем прямо Ну смысл? Нет, смысл Все равно восстанавливаться Ну даже сейчас пока мы стоим, если посмотришь за перекресток, уже нам знак увидишь, да? Закричающий Вот я сюда пока не вижу Ниже поворот, пешеход Главная дорога А дальше А дальше Ну, если еще подальше посмотреть, будет все видно Мы стоим за 100 метров до Перекрестка Перекрестка Мы уже знаем, что нас ждет за перекрестком Пока стоим, надо всегда использовать вот это время Используем Не смотреть на это Audi, да? И ждать там в преддверии, когда она поедет Когда-то нет обзора, когда-то обзор есть Тоже яма Не забывая у нас в оситофор смотреть Потому что пока он зеленый Ну, он в любой момент может измениться Все, надо прибавить газу Замекал зеленый У нас уже То есть по факту не пешеходов, не зеленый им не загорел Даже если бы загорел зеленый, по факту если нет, надо завершать Дальше мы поедем по направлению главной дороги Вот смысла не было, да? Надо посмотреть знак, куда у нас уходит главная дорога Либо сказать на перекрестке мы едем налево Надо посмотреть знак, прежде чем куда-то перестраиваться Куда уходит главная дорога Значит нам надо остаться в этой полосе Показываем свои действия Кого-нибудь будем пропускать здесь? Или нет? Нет, мы пожарные Все правильно В пешеходах, в которых если мы влево посмотрим Мы уже можем увидеть Первый столб не забываем смотреть Угу Ну правда получается по новой дороге уже Тяжело сразу это все Без нарушений Ну это психологически опять же Если взять тоже Есенина там ездил там десятки раз Ты там и будешь себя чувствовать как рыбу в воде Вот Но надо понимать, что правила у нас одинаковые везде Надо внимательно смотреть на дорогу Внимательно смотреть подходные пешеходы Вот как здесь например Вовремя не начали тормозить У нас относительно рисковатая остановка получается Увидели бы мы ее хотя бы на пару секунд раньше У нас была бы уже остановочка поплавнее Поехали На трогане нам тоже нужно время Надо рассчитывать Что пока мы подведем сцепление Пока мы начнем движение Пройдет 5-6 секунд Пешеход уже пройдет При грязке направо Чтобы попасть в правый ряд Сначала поворачиваем колеса Руль вправо сначала поворачиваем Доезжаем до пересечения Только потом смотрим Есть машина Значит останавливаемся И пропускаем ее А это не в первой передаче нам трогался Так Ну давай найдем местечко для остановки И остановимся Был знак здесь нет? Наверное не видела да? Не видела да Еду дальше Нажимаем Плетения Здесь Ужили Нажимаем Здесь Минь Кого そこの Минь Нажимаем Минь 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 Нажимаем Здесь что с остановками? Здесь видимость Меньше 100 метров Ну правильно, может быть, лучше выйти напрямую Все правильно В любом случае перестраиваться Нагады не упущены Еще подкатываюсь понемножечку Второй пока В принципе здесь уже можно Правое зеркало Краю надо прижаться Смотри к бордюру Ну вот, хотя бы так Ну все, правильно стоим То есть мы никакой правил не нарушаем Сзади 100 метров Видимость у нас уже есть Все правильно Все, едем дальше Показали у меня глаз, посмотрите Спасибо Спасибо Показали 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 Не надо На следующем светофоре Мы поедем прямо Опять же там Если мы посмотрим на светофор По мере возможности Если позволяет зрение Мы увидим Там стоит дополнительная стрелка С правой стороны Знаков движения по полосам нет Но Тем не менее Прямо лучше ехать с левой полосы Нет, нет, это мы двигаемся правый ряд Понятно, да? Почему мы в левой стороне ехали? Угу То же самое Пока стоим смотрим Что нас ждет за перекрестком уже Угу Прямо до конца улицы Если позволяет зрение Мы можем все уже оценить Немножечко Немножечко Бросаешься в плене Прямо трогаешься На последнем вдыхании Если у полосы курочки Она у тебя заглохнет машина Так Ну дальше на перекрестке Наверное мы Прежде чем вот сейчас Куда-то перестроиться Надо посмотреть На дорожную обстановку Какие знаки мы видим Выключить поворотник Ну знак предписания Какой стоит? Главная дорога Это не знак предписания А Только налево Вот Только налево Зачем тогда перестраиваться В правый ряд? Надо, говорю, сначала Посмотреть А потом уже Если есть причина Для перестроения Конкретная причина Многие спрашивают Зачем здесь Тогда дополнительная стрелка Направо Да? Для кого она горит? Вот она сейчас Загорается, да? Для машин Транспортных средств Они могут отступать От таких знаков Сейчас вот У тебя тоже здесь проезжают По этому маршруту Машин 7 на учебных встретили Начинают все здесь кататься Сразу Все, да? Да, да, да Все, какая-то паника Начинается И все Нет, ну разочек Хотя надо посмотреть Что из себя представляет приезд Можно на нем Встрять в пробку, конечно Вот, наверное, мы сейчас и попадаем Ну, его когда открывают Учитывая, что там главная дорога Движение более-менее быстро потом пойдет То есть, дальше нас ждет впереди три Железнодорожных переезда Их даже будет три Ну, как Так То есть, если ехать отсюда Первый будет регулируемый Однопутная Ага Железная дорога Потом будет многопутной Тоже регулируемой Ну, и потом еще будет нерегулируемый Соответственно, там будет стоять знак стоп Ага То есть, ничего необычного мы не увидим Знак, если смотреть, уже видим, да? Предупреждающий Если вспомнить, за сколько его в городе ставят Тоже надо понимать, что он скоро будет Ага Тут, получается, это стоп нет знаков Светофоры не горят Значит, смотрим по ситуации и едем Да, можно ехать Главное, чтобы видеть Чтобы было место за жизнодорожным переездом На них останавливаться нельзя Да, дайте-ка чуть-чуть пешотов нет На следующем перекрестке мы поедем направо Пока третью Вот так, вот так Вот тут самый основной переезд Угу То есть, как правило, если бегает красный Ехать нельзя Это сопровождается звуковым сигналом Угу Поднимаются барьеры Закрывается шлагбаум По-любому поймем, что ехать нельзя Дальше светофор проезжать нельзя Если будет красный Угу То есть, его даже лучше не доехать Если будет красный, где-нибудь вот здесь остановиться Угу Воротник надо включать Люди-то едут, кто не понимает, куда мы дальше едем Здесь лучше первым Поднимаем сцепление Газику 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 Нажимаем Дальше направо Вернее Как раз загорел Да-да За нами как раз Зазвинил Успели проскочить Ну, смотри Дальше снимать на знаки Будет еще один железнодорожный переезд Я слишком вправо, что ли, да? Нет, нормально Тут одна полоса, туда одна Оттуда мы едем как раз четко в своей полосе Тут обязательно надо остановиться Есть вступление, уступление Если нет вступления, это Знак стоит перед железнодорожным переездом Значит перед знаком Смотрим по сторонам в отсутствие поезда И поехали, стоять здесь не надо Нам просто нужно остановиться Зафиксировать остановку И ехать дальше На будущее, вот здесь вот дальше, где машина Частенько стоят товарищи инспекторы С камерой рейд Те, кто не останавливается, штрафуют Поэтому лучше не нарушать, дело не в экзамене Знак просто таксток не поставят Так, газ прибавим Стоит на стол, почему он тут стоит, зачем Надо просто остановиться, посмотреть по сторонам В отсутствие опасности и ехать дальше На регулированной перекрестке поедем направо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь можно устанавливаться? По-моему, там был знак Нет, знака там не было Не было, да Я не имею ввиду конкретно там, да, остановка Я имею ввиду вот участок Можно здесь останавливаться? Ну нет, все равно тут, мне кажется, трех метров не будет Это сплошное, все правильно Но газ прибавим Все-таки шоссе здесь длинный прямой участок Как минимум до 40 Как минимум Уж полоса как таковая здесь одна В движении не сказать, что мы все-таки ее тоже довольно-таки интенсивно Нужно стараться поддерживать скорость потока То есть здесь прямая, ничего сложного нет По внимательности пешеходов Походы просматриваются издалека Так, давай газу прибавим, ничего Смелее, смелее набираем скорость Еще, еще И включаем четвертую передачу Ой, я даже не знаю, как Что, ни разу на четвертую не есть? Нет Вот такую скорость и поддерживаем 50 километров нам за глаза достаточно Пока прям по прямой, по прямой Так как скорость упала Надо снова возвращать Третью передачу Потому что бород слишком низкий Так, здесь не тропик, дорога здесь изменилась Качество была одна, другая здесь Куда сейчас выйдем, представляешь? На центр мы сейчас выйдем В Рязань вторая, что ли, здесь? Ну вот, да Справа Рязань вторая, если так, налево Барс То есть мы сейчас выезжаем В Московское шоссе на Первомайский проспект Смотри, внимательные знаки на перекрестке То есть у нас там, опять же, одно направление Бывает так, что Когда ехать больше никуда нельзя Только в одном направлении Он может вообще ничего не говорить Потому что, ну, очевидно, все понятно Да, что можно ехать только направо Поворотик у нас опять не работает Встанавливаемся, пропускаем троллейбус Надо немножечко понимать Что значит пропустить машину Многие недопонимают это Это значит, что все машины Которые в данный момент Ее с левой стороны Из-за нас не должны менять Ни свою скорость, ни свое направление Если из-за нас притормозил Значит, мы его уже не пропустили Надо вон туда смотреть Смотреть вперед сейчас смысла нет Мы слева всех пропускаем Поближе подъехать, ближе к пресечению Он пропускает машину Поэтому отъехать Кто-нибудь да пропустит Вон, поворачиваем Только нас пропускает Человек в правом ряду Но никак не в серединке Так, ну вот мы выезжаем Получается на центральную улицу Едем туда до конца До Павлова И опять будем поворачивать на Павлова По возможности Желательно перестроиться в средний ряд Когда много полос Три и более Ехать пока постоянно прямо Желательно двигаться посередине Желательно Мы будем собирать все маршрутки Припаркованные Вернее маршрутки Троллейбусы Припаркованные машины И так далее Только с ускорением Это надо делать чуть-чуть Вот И выключаем поворотник То есть это вот один из вариантов Как он может попасться на экзамене Мы пропускаем, да? Отъезжающими Да, только надо включать первую Подкататься поближе Ну зачем ты на левый ряд едешь? Если мы пропускаем Мы рулем не работаем Мы просто притормаживаем Даем ему проехать И едем дальше Ты поворачиваешь руль на левый ряд Ах! Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ехте по памяти, да? Ага, все, вот я знаю, вот здесь сейчас я поворачиваю, вот меня будет тот ожидать. Ага, вот здесь я знаю, нигде останавливаться нельзя. Но опять же, это было вчера. Что нас будет ждать сегодня? Пока по факту мы не посмотрим, мы не узнаем. И тогда человек понимает, что на самом деле, где бы он ни ехал, если не отвлекаться, не торопиться, смотреть там каждые 5-6 секунд в конец улицы, да, по возможности, мы будем вовремя замечать всю дорожную обстановку. Исходя из своих задач, смотря куда нам ехать, мы будем вовремя перестраиваться, у нас всегда будет плавная остановка и так далее. Да, здесь вот небольшая пробочка. Так, вот здесь тоже, смотри, момент, 3 полосы, да, по знаку? Прямо можно ехать только со средней и с левой. Ага. Видишь, по знаку? Ага. Вот, это ноги путаются. С первой передачи мы трогаемся. Как бы правую ходим на правую, их две, как идут у них по прямой, так и остается. Поэтому мы с этой полосы можем попасть в какой ряд? Только в правой. Только в правой. Многие, как едут по своей траектории по прямой, попадают в левой. То есть кто едет в левой, в левой. Смотри, как мы сейчас стоим. За перекрестком затора мы стоим по середине перекрестка. Вот, типа. Ну, очень плохо. Сейчас, смотри, нам загорает красный. Ну, очень много нехороших слов о себе услышали. А в правых машинах, если у них зеленый загорит, это нам повезло сейчас? Ага. Это одна из основных причин создания пробок. Ага. Когда народ выезжает на середину, не едет сам, загорается нам красный, соседям загорается зеленый, и они и за нас стоят. Давай в среднюю опять перестраиваемся. Здесь как бы расширение. Снова три полосы. Дальше, дальше катимся. Походу, тоже новичок будет. Уже три раза забыл. Стараемся ехать со скоростью потока. Отъезжая ближе к перекрестку, смотрим лично на светофор. Горит ли зеленый, не замигал ли он? То есть не пользуемся тупо статным чувством, а мы должны убедиться в этом лично. Ну, а на третью. Здесь то же самое. На перекрестке направо. Будем на полу поворачивать. Ну, говорю, вроде бы ничего сложного, ничего мудреного. Ну, проехал хотя бы один-два раза по маршруту, поэтому с этой стороны потом желательно проедем в обратную сторону. Ну, хотя бы, чтобы знать, что нас там ждет. Тут машины так ставят, прям весь пешеход. Не видно? Угу. Начинать поднимать сцепление, я говорю, на это тоже нужно все время. Продолжение следует...